И жили они долго и счастливо. 13 января в Центральной библиотеке Кировского района прошла встреча с Игорем Новичковым. Он поделился с гостями секретами долголетия. Игорь Новичков, бывший геофизик, родился в Ленинграде, закончил горный институт, много путешествовал по Советскому Союзу, бывал с экспедициями и в других странах. В своих поездках он увидел в действии восточную и латиноамериканскую медицину. Игорь Новичков интересуется аюрведой и другими системами оздоровления, при этом подчеркивает, что врачом себя не считает. Я сказал, господа, дамы и господа, я не врач, я не даю никаких рецептов. Я могу только вам раскрыть, попытаться раскрыть, чтобы вы сами помогли себе. Вот и всё. В выступлении прозвучало немало интересных фактов о долгожителях. Игорь Новичков тщательно подобрал и проанализировал исследования отечественных и американских специалистов. Последние привлекают его своей прагматичностью. Все они по-разному говорят об одном и том же. Здоровье напрямую зависит от наших убеждений и взгляда на жизнь. Легко смеяться. Можете? Все могут смеяться легко, нет? По мнению многих исследователей, прожить сто и более лет и оставаться при этом практически здоровым вполне реально. Среди факторов, вызывающих преждевременное старение, на первом месте стоит вовсе не курение, а депрессия. Затем отсутствие близких друзей, неудовлетворенность работы и другие. Между тем счастливый брак – главный залог долгой жизни. 54 года я живу с одной женщиной. Я никогда не разводился. Самое главное – находите компромисс, пожалуйста. Мы люди для того, чтобы договориться. Понимаете? Также среди факторов, продлевающих жизнь – отказ от постоянной критики себя и окружающих, способность заводить и поддерживать тесную дружбу, умение легко смеяться, самореализация в работе и желание постоянно учиться, например, иностранным языкам. Продолжение следует...